Друзья мои, я вас приветствую на своем канале. У меня сходу к вам вопрос. Как вы думаете, о чем сегодня пойдет речь? Минуточка перерыв, минуточка внимания. Правильно, ребят, речь пойдет, как всегда, о японских автомобилях. Поприходило нам очень много автомобилей, в основном машинки пришли на продажу. Сейчас пройдемся, вкратце расскажу, покажу, в каком состоянии, как всегда, аукционные листы. Ну и, конечно же, скажу, сколько они стоят. Я вам напоминаю, мы автомобили привозим с аукционов Японии. Мы автомобили проверяем, которые уже привезены в город Владивосток. Проверяем автомобили не только на авторынке Зеленый Угол, также по городу Владивостоку и по Приморскому краю. А еще мы автомобили подбираем вместе с вами. Вы приезжаете, мы встречаемся с вами на рынке, идем по рынку и выбираем с вами автомобиль. Как видите, я сегодня нахожусь в другом автомобиле, не в своем. Знаете, что я вам хочу сказать? А сказать я вам хочу то, что вот такие вот автомобили, европейцы, но с правым рулем, набирают у нас популярность. Такие автомобили, Мерседес, Ауди и все остальное, можно, ребят, привезти с Японии. Вот мы этим тоже занимаемся, тоже возим. Поэтому, кому это интересно, мой телефончик находится сейчас наверху, высветился. Ну и, конечно же, в описании канала. Ладно, переходим на стояночку, смотрим автомобили, которые мы привезли. Добрался я до стоянки. Итак, ребят, чего будем начинать с хороших, клевых автомобилей, которых сегодня хватает? Сегодня покажу вам Короллу, покажу вам Танго, покажу вам вот этого вот красавца, покажу вам Акву и покажу вам Фрида. Или будем начинать с вами с не очень хороших новостей, как вы думаете? Ладно, не буду томить, не буду томить. А новости у нас действительно, скажем так, не очень хорошие. Ребят, с 1 августа, с 1 августа, сейчас я, наверное, сяду в автомобиль, чтобы было поудобнее. Значит, смотрите, какая ситуация. За автомобили с объемом двигателя от 3 до 3,5 литров нужно будет заплатить утилесбор 970 тысяч рублей. Это не шутки, это действительно так, миллион. Вот за вот этот вот Lexus, Lexus офигенно, обалденно, нужно будет заплатить миллион. За автомобили с объемом двигателя более 3,5 литров нужно будет заплатить 1 миллион 200 тысяч рублей. И это не шутки. Далее, значит, сейчас машины, основная масса машин, они все везутся на физлицо. Сейчас утилесбор на физлицо там 3-400 плюс еще какие-то копейки. Что значит вводят? Если ты автомобиль привез, если ты автомобиль завез и в течение года не поставил автомобиль на учет, то ты будешь приравниваться к юрлицу и, соответственно, платить, платить хорошие денежки. Не знаю, что будет дальше. Не знаю, что будет дальше. В любом случае, будут какие-то лазейки, будем что-то думать, будем смотреть. Но пока, пока вот такая вот информация. Вот. Ну, а давайте теперь перейдем к замечательному автомобильчику. В предыдущем видео я вам показывал такого же RX 450 H, только в черном цвете. Вот этот красавец у нас 2019 года. Знаете, сколько пошло за данный автомобиль? 1 миллион 265 тысяч рублей. А общая стоимость автомобиля во Владивостоке со всеми расходами, естественно, по японской стороне и по Владивостоку. В общем, все-все-все-все-все-все. 4 миллиона 446 тысяч рублей. Полноценный гибрид. Комплектация, это, конечно, не максималка. Черный был на хроме. На хроме у черного была панорама. У черного были 22 диски. Это тоже крутая комплектация. Он на черной коже. Черненький был на красной коже. Омыватели. Огроменная просто решетка. Штатные литые диски. Значит, здесь у нас размер колес идет. Резина 2019 года выпуска. 235-55. Здесь 20-й литые диски. Черные уши. Имеется люк. Автомобиль привезен под заказ. Не на продажу. Постелили уже сюда вот такую вот кунку. чистейшее, ребят, состояние салона. Не ту кнопочку нажал. Вот знаете, есть японцы, которые следят за автомобилями. Да, в плане какие-то там ободки делают, накладочка. Вот здесь вот он взял, наклеил полоску. Почему? Вот обратите внимание, все машины, которые стоят на зеленке, приходят вот здесь царапины. Откуда они берутся? От ваших ногтей. Не знаю, как вам, так по мне, черный салон это само то. Электрозаднее сидение. Здесь тоже кунка. Дверная карта кожа. Мягкий пластик. Тоже здесь такой более-менее мягкий пластик идет. Есть у нас шторочки. То есть есть и тонировка. Но это не тонировка, да, наверное, это все-таки такое напыление идет. По большей части, как защита от ультрафиолета. От солнца, грубо говоря. И плюс имеются шторочки. Кожаные сидения. Ну, Lexus, Lexus. Подогревы. Шикарный, конечно, автомобиль. Комфортабельный. Очень удобный. Музыка у него клевого. Память сидений. Здесь тоже, естественно, электров. В сидениях идут аэрбеки. Тут идут аэрбеки. Подогрев руля. Камеры. Кожаный руль. Встречает нас Lexus. Шикарная панель. Бортовой компьютер. Все выходит на дисплей. Видите, даже вот такие вот штучки тут Lexus. Мышка. Всевозможные режимы. Люки. Ну, и, собственно, вот она. Вот она, аукционный лист. 5 баллов. Пробег 23 тысячи. Кузов идет целый. По стоимости? По стоимости я вам сказал. Друзья мои, если вы собираетесь приехать во Владивосток, приехать во Владивосток и найти на рынке такой автомобиль с такой ценой, не найдете. То есть вот такие автомобили, дорогие автомобили, их, конечно же, нужно везти на заказ. Следующий автомобиль, который я вам хочу показать, это Honda Freed. 19-й год. Пробег на автомобиле 22 тысячи. Аукционная оценка 3,5 балла. Стоимость автомобиля 1 миллион 450 тысяч рублей. Ребят, но этот автомобиль уже продан. Почему его снимаю? Что вы понимали, сколько стоят автомобили. Сколько стоят автомобили в такой комплектации с такими пробегами. И именно 19-го года автомобиль. Автомобиль не 18-го года, а 19-го года. Да, комплектация у него, конечно же, идет не максимальная. В принципе, до максималки, я не знаю, ему тут не хватает, наверное, только кожаных вставок. Итак, 3,5 балла. Есть окрас. Окрас, да. Окрас незначительный, покрашено все хорошо. Это строгий хондовский аукцион, поэтому указано W2. Фактически, можно сказать, окраса нет. То есть, неопытный человек, кто возьмет толщиномер, начнет тыкать, окраса он этого не увидит. И у автомобиля есть несколько вмятин. Сейчас я вам их покажу. Итак, это у нас дверь. Раз вмятина, два вмятина сколов. Здесь нет. Это все уйдет локальным ремонтом. Есть маленькая вмятина на пороге. Плюсы год, плюсы комплектация, плюсы пробег. Автомобиль на литье, шикарный цвет. Вот синий цвет, конечно, идет он не всем автомобилям. Фриду он идет, заходит. Есть такие автомобили в гибридном исполнении. Данный автомобиль раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семиместный. Есть автомобили Фрид Плюс, где два ряда сиденья. Чистейший салон. Ну, что тут говорить. 22 тысячи пробег у машины. Бесключевой доступ, полный руль, две двери, система безопасности. Вот здесь типа сделано под дерево. Объем двигателя на этих автомобилях идет полтора литра. Ледовская оптика идет. Есть ледовская оптика, есть. Где ледовской оптики нет. Это очень важно, естественно, это влияет на стоимость автомобиля. Автомобили, которые постоянно начинают спрашивать, постоянно начинают покупать. Это Toyota Corolla. 2021 год, год непроходной, но автомобиль зашел сюда по непроходному году, то есть завышенной пошлиной. Стоимость 1 миллион 535 тысяч. Это 1.8 гибрид. Как вам цена за такой автомобиль? Да вообще, в принципе, за Corolla. Я как-то в видео уже говорил, если вы видите на аукционе то, что идет второй комплект резины. Ребят, раньше они доходили. Доходили, за резину платилось пошло. Сейчас вообще не факт, то что колеса доедут. Но здесь повезло, здесь колеса доехали. Посмотрите, в каком состоянии пришла зимняя резина на литье. Опять же идет обалденная просто экономия. Машины спрашивают, но вот по мне, мое мнение, как-то вот, ну еще не то, это знаете, как с фитами. Так, нет свежего фита. Фиты поначалу мне не зашли, многим людям фиты не зашли. Вот Corolla мне пока не зашла, но ее спрашивают. Бесключевой доступ, полный руль идет. Ну, здесь такое, конечно, как бы, подешевле все. Все подешевле. Четыре с половиной балла. Девяносто тысяч пробег. Значит, если машина завозится непроходным годом, хочу еще раз напомнить, да, то пошлина на автомобиль платится завышенная. Машина будет стоить дороже. Но здесь, здесь можете открыть дрон, посмотреть, полистать. Это хорошая цена. Это очень хорошая цена за данный автомобиль. Изменилось, конечно, многое в автомобиле. Напоминаю, это полноценный гибрид. Полноценный. Следующий, друзья, автомобиль, это самый-самый настоящий Toyota Tank. Хочу вам напомнить, есть Toyota Tank, есть Toyota Rumi, есть Subaru Justy, есть Daihatsu Thor. Машинки полностью одинаковые. Объем двигателей здесь 1 литр. Есть они турбовые GT комплектации. Кстати, вот сейчас штуки 3, наверное, турбовых везем. Заходят они, придут, покажу, за сколько они зайдут, по чем они встанут. Но встанут они на порядок дешевле, чем покупать на рынке. Итак, это 2019 год, пробег 63 тысячи. Обычная XS комплектация, но она идет с туманками, она идет с ходовыми огнями. Все это идет штатная, японская. Как определить, когда машина стоит на рынке? Ну, вот те же самые туманки. Открываете, смотрите. То есть, если туманки включаются на гитаре, значит туманки штатные. Поверьте, здесь продавцы заморачиваться, устанавливать гитару, отдельно покупать, устанавливать никто не будет. Здесь просто покупаются туманки, там весь необходимый комплект. Вставляется вот сюда кнопка, кнопка и туманка у вас включается с кнопочки. Поделитесь пока своим впечатлением насчет утиль сбора. Что вы думаете? Вот такая вот красотка еще есть, сейчас к ней перейдем. Танк завоевал наш рынок, прям завоевал. Пользуется очень большим спросом, популярностью данный автомобиль. Ух ты, запасочка есть. Он пришел на лете, в принципе неплохое лето. 21 год, ребят, резина, 21 год. 165, 65 на 14 колеса. У него есть два окраса, W1. W1 это хороший качественный окрас. Крыло и дверь. Шпаклевки никакой здесь нет. Кнопка старт, вся система безопасности. Руль идет обычный, пластик и управление музыкой, климата нет. Вариатор, SD карты нет. 63 тысячи пробег. Ух ты, камера еще идет. Камера идет с траекторией. Плюс сонарочки заработали. Я вам хочу напомнить то, что мой телефончик, мой телефончик указан под каждым видео в описании канала, друзья мои. И сейчас находится вот здесь вот. Ребята, огромная просьба. Есть такие люди, которые там просто позвонить, поинтересоваться, то есть сколько стоит то, сколько стоит это. Ты вот тратишь реально время свое, тратишь свое время, тратишь свою энергию, а потом он, а я подумаю, а я подумаю, я там через полгода обращусь. Подумаю, подумать нужно всегда, подумать нужно обязательно. Собственно, я к чему это веду. Если вы хотите заказывать машину, неважно где, с аукционов Японии, покупать пробежный автомобиль, да, чтобы я поезд сделал, потому что пробежный автомобиль я тоже ищу, чтобы я сделал поезд на авторынке зеленый угол и собираетесь заказывать эту услугу через полгода, ребят, не тратьте ни мое, ни свое время. Я не знаю, что будет завтра, в прямом смысле слова, да, а что будет через полгода, тоже непонятно. Что касается вообще звонков, да, если я не ответил на телефон, значит я занят. Вот представьте, идет у меня подбор автомобиля на авторынке зеленого, я хожу вот с кем-то из вас, да, кто меня сейчас смотрит, и мне начинает звонить, мне начинает звонить, звонить, звонить. Я ж не скажу, слушай, Петь, подожди, я сейчас тут часик по телефончику пообщаюсь, мне за жизнь свою расскажут, а многие, да, многие прям начинают рассказывать за свою жизнь. С кем родился там, дедушки, бабушки и так далее. Ребят, звоните, пожалуйста, по делу. Вот, то есть, короче говоря, если я на телефон не ответил, напишите мне в WhatsApp, на все адекватные сообщения я отвечаю, абсолютно на все. Давайте переходим к следующему автомобилю. Чувствую я сейчас, комментарии поплывут, вопросы, что такое адекватное сообщение, что такое неадекватное сообщение. Ребят, сколько стоит Aqua? Это неадекватный, да, вопрос. Какая Aqua? Вот есть Aqua за 800 тысяч рублей, а есть Aqua практически за миллион, да, в которой я нахожусь. Какой год? Какой пробег? То есть, нюансов, нюансов много. Поэтому, поэтому, я думаю, вы меня услышали. Итак, находимся мы сейчас в Toyota Aqua, автомобиль 2019 года выпуска. Оценка у автомобиля 4 балла, он не битый, он не крашеный. Пробег 94 тысячи, это комплектация идет G. Сеско, чем они отличаются? Здесь идет кожаный руль, идет полный руль, есть круиз-контроль, есть подлокотник и салончик, да, сидушки здесь идут немного другого плана. Плюс вот эта вот вставка. Это у нас идет полноценный гибрид. Стоимость автомобиля 970 тысяч рублей, поверьте мне. Это очень хорошая цена. Очень. За автомобиль. 19-й год, полноценный гибрид. Вот это не ржавчина. Машина плыла на пароходе, машина стоит. Вы начнете ездить на автомобиле, вот этот белый налет, он уходит. Перед многими стоит выбор, что же взять, либо Акву, либо ВИЦ. То есть машинки, они, ну, в принципе, одинаковые, да, по внешнему виду. Разница у них присутствует. ВИЦы есть полтора литра гибриды. ВИЦ тоже полноценный гибрид. ВИЦ, 19-й, 20-й год, ну, тоже стоит порядка миллиона рублей. То есть 950, там миллион, миллион двадцать. Почему колпаки в машине? Потому что колпаки, я их снимаю, чтобы они не потеряли. Цена вопроса колпаков за комплект из четырех штук пять тысяч рублей. Может даже дороже. Все зависит от состояния. Резина, да, можно сказать, новая. Очень хороший остаток. 185, 60 на 15. И резина идет 22-й год. Аукционик не могу найти. Четыре балла машина. Кто меня знает, все прекрасно знают, что я никого не обманываю. На привезенном автомобиле как есть, так и говорим. Камеры нет. Цена вопроса камеры. Поставить камеру. Еще раз, кстати, да, хочу вернуться. Давненько не рассказывал об этом. А мне вот, я выбираю машину, чтобы была камера заднего вида. Без этого не надо. Чтобы были туманки. Друзья, ну, туманки, цена вопроса там. Сейчас вам цене подорожал. Три с половиной тысячи рублей. Поставили вы себе эти туманки и забыли. Основная масса машин, которые с туманками стоят. Это все китайское. Да, все китайское. Камера начинается по стоимости там от 500 тысяч рублей. Вот 500 тысяч рублей. Вот 500 рублей. Но это за такую стремноватую камеру. Нормальная камера стоит там полтора рубля, полторы тысячи. Установка 500 рублей поставили, забыли. Все. Машина у вас. Машина у вас идет с камеры заднего вида. Так, ну что, что. На сегодня, наверное, все. Будем заканчивать. Будем заканчивать. Друзья, мы всем огромное спасибо, кто смотрит, кто поддерживает, кто пишет комментарии, кто ставит лайки. Обращайтесь. Всегда рада вам помочь. На сегодня все. Всем пока. Всем хорошее настроение. Кто еще не стал моим подписчиком, обязательно им становитесь. Всем пока, ребят.